31 августа по всей стране отмечается День ветеринарного работника. Окружные ветеринары получили в свой профессиональный праздник самый большой и ценный подарок. На январе открыто новое здание станции по борьбе с болезнями животных. Одной из первых в новостройке побывала Алена Валей. Свою историю окружная ветеринария начала в далеком 1933 году, когда была образована ветлаборатория, при которой работал противоэпизоотический отряд. За годы своего существования лечебница поменяла несколько помещений, но всегда они были приспособлены для работы окружных айболитов. В свое время мы, депутаты, посещали ваше старое здание и не понаслышке знаем, в каких трудных и непростых условиях мы работали, в том числе по приему населения. Сегодня, я думаю, что эти все не очень хорошие условия работы позади. За последний месяц это уже второе новое здание, которое было открыто в Нарьенмаре. В 20-х числах красную ленту перерезали около отделения скорой помощи. Теперь пришел черед больницы для животных. Начинаем еще одну традицию. Мы начинаем резать ленточки. Не тогда, когда просто построили здание, а потом два года еще пытаемся туда заехать. Мы сначала заезжаем, смотрим, высказываем все претензии к строителям. Моих, я надеюсь, было не очень много. Зная умение Александра Геннадьевича работать, он очень хорошо себе рекомендовал свои работы в округе, и только потом уже режем ленточки. И вот оно событие, которого ждали более 80 лет. Станция получила новый дом. Почетную миссию губернатор региона перепоручил заведующей отделом по диагностике заболеваний Марине Ивкиной. В окружную ветеринарию она пришла в 1999 году. И более 15 лет проработала в старом здании ветлаборатории. Поэтому ей есть чем сравнивать. Если мы работали раньше в зданиях в 30-х годах в постройке, где не было ни воды, ни канализации, ни вентиляции, это основные, в общем-то, без этих условий невозможная деятельность какой-то ветеринарной лаборатории, то теперь здесь у нас созданы, естественно, все условия. В старом здании, по словам сотрудников, условия для работы они создавали своими руками. А проведение некоторых исследований и хранение особо опасных веществ и вовсе было практически невозможно. Шкаф металлический, где хранятся тоже летучие кислоты, щелочи, реактивы, которые тоже должны храниться в шкафах, подключенных к вентиляции, чтобы работники, специалисты, не дышали вредными веществами. Вместе с людьми новоселье отметили и животные. Без них работа по своевременному выявлению инфекций и, соответственно, её лечению было бы невозможно. Для постояльцев построен просторный виварий. Это помещение для животных, которых выращивают для исследовательских целей. Здешний сторожил – баран. За семь лет жизни лабораторного барашка можно считать уже почётным донором. Его кровь – основной материал для приготовления питательной среды при микробиологических исследованиях. Ну а самые многочисленные жители вивария – грызуны, морские свинки и мыши. Пока животные живут в старых деревянных клетках, но скоро их переселят. Конкурс на покупку оборудования уже завершился. Ожидается поставка. Так что лабораторные животные в этом году отметят двойное новоселье. В новых условиях будет вестись и приём четвероногих пациентов. На прививочку подошли. А, на прививочку просто подошли? У нас ничего не болит. Теперь приём больных и здоровых животных ведётся в разных помещениях. Это сокращает риск заражения четвероногих. В арсенале ветеринаров появилась и новая техника. Но её приобретение было потрачено более 6,5 миллионов рублей. Самым дорогостоящим стал рентгеновский аппарат. Она установлена, но не приспособлены. Помещение для рентгена ранее. Люди пользовались услугами искательской поликлиники. Но это не совсем правильно, когда люди и животные проходят рентген на одной и той же установке. Также в новом здании четвероногим пациентам станет доступно ещё одно новое исследование – ЭКГ. Теперь домашние любимцы будут получать полноценную ветеринарную помощь. А самим сотрудникам станции намного приятнее работать в помещении, где есть водопровод, всегда тепло и светло.